МОСКОВСКАЯ МЕТРО Да, станции очень красивые, украшены скульптурой. Не боишься потеряться? Нет, ты же всегда можешь вернуться, если пройдешь остановку. Со мной такое пару раз случалось. Маркус Свенсен родился 8 июля 1984 года в Швеции. В 2012 году дебютировал в высшем дивизионе Заши Лефтео. В 2016 году получил награду Хонкин Трофи как лучший вратарь чемпионата Швеции. В мае 2016 заключил однолетний контракт с московским Спартаком. В России у меня все хорошо. Я не знал, чего ожидать. Был в вашей стране лишь однажды, приезжал на неделю на турнир в прошлом году. Но в Москве мне нравится. Есть хорошие рестораны, ну и вообще есть чем заняться. Ты впервые играешь за пределами Швеции. Почему раньше не уезжал? Не знаю. Я играл в третьей и второй лиге в Швеции. Всегда хотел пробиться в первую. Наконец-то получилось. Провел там пять лет. Думаю, мог бы и дольше, но вот поступил и предложение из Спартака. Подумал, что это хороший опыт. Я рад быть здесь. Твоя мама из Эстонии. Да, это правда. Она русский знает? Да, немного. Немного знает. Она уже 20 лет живет в Швеции и почти забыла русский язык. Научила тебя каким-то словам? Да, она мне сказала, что нескольким словам научила. Добрый день. Вот, кажется, и все. Чем увлекаешься в свободное время? Я люблю проводить время на природе. Обожаю пеший туризм, но не во время сезона, конечно. Еще я очень люблю готовить. Это дает возможность отдохнуть. Пока в России я еще не готовил, но обязательно займусь этим. Какое блюдо считается типично шведским? Мясные шарики называют нашим национальным блюдом. Как болельщикам Спартака их приготовить? Берем мясной фарш, смешиваем с яйцом. Если хотите, добавляйте лук. Смешиваем это с панировочными сухарями или хлебом. И жарим в масле. Можно добавить томатную пасту. Если вы любите, вы можете его добавить в томатную пасту. Какие стереотипы о России ты знаешь? Ожидал увидеть медведя на улице? Ну, ожидал, но пока не видел ни одного. Многие люди уверены, что у нас в Швеции полярные медведи ходят по городам. Спартак – это клуб с историей. Чувствуешь ответственность, выступая за такую команду? Конечно. Я сам создаю на себя давление. Но, безусловно, приятно играть за такую команду. Это давление помогает или, наоборот, сильнее нервничаешь? Нет, я думаю, это помогает. Оно помогает. Чтобы играть хорошо, нужно чувствовать давление. У тебя есть цельный сезон? Я хочу становиться лучше, улучшать игру. В прошлом сезоне ты стал лучшим вратарем шведского чемпионата. Старишь это достижение в КХЛ? Я не думаю об этом. Просто хочу становиться лучше с каждым днем. Не могу влиять на мнение других. Вот так постепенно мы подошли к Ледовому дворцу, где для вратаря Спартака был приготовлен сюрприз. Маркус, мы нашли для тебя несколько предметов советского и русского быта. Попробуй угадать, для чего они нужны и как их использовать. С чего начнем? Вот это самое простое. У меня дома есть такая штука. Это чтобы чай заваривать. Это хорошо. Продолжим. Я думаю... Давайте посмотрим. Так, вот это, может быть, банки открывать? Нет, не открывать. По-другому используется. Но для банок, да? Закрывать? Да. Вы так их закрываете? На зиму консервируем овощи. О, да, это красиво. Здорово. Это круто. Я не знаю. Это для мяса? Мы его так вот ставим. У тебя такая есть? У меня нет, но я видел, что туда опускают мясо и делают фарш. Кстати, как раз можно готовить фрикадельки. Так, дальше сложнее. Вот это для чего? Наверное, какие-то вещи поднимать. Да, какие? Не знаю. Эта штука слишком большая для еды. Это очень старая вещь. Сейчас мы ее не используем. А в СССР женщины пользовались этим в домашнем хозяйстве часто. Это может быть для стирки, когда нужно доставать что-то из горячей воды, чтобы не опускать туда руки. Да, это круто. Круто. Хорошо. Хорошо, следующие вещи. Дальше. Что ты хочешь? Эта. Сначала я думал, что это какая-то подставка для микроволновой печи. Ну, для тарелки. Но не думаю, что это так. Открой ее. О, ты можешь. Ой, может, это для работы в саду, чтобы что-то сгребать и фиксировать. Никогда не видел ничего подобного. Это самый сложный предмет. Это хобби. Девушки этим увлекаются. Да? Да. Я не представляю, что вы можете с этим делать. Можно положить сюда ткань и вышивать. О, я, 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 ты как... О, я, 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 я. А, точно. Теперь я понял. Окей, давай. Давай последнее. Тут надпись на русском. Это вакса. Какая-то старая вещь. Что-то для макияжа. Винтажная тушь. Где ты ее нашла? Ну, я думаю, я справился. Три с половиной вещи из шести. Отлично. Знаешь, что ты учишься играть на гитаре? Нет, не так сильно. Ой, я не очень хорошо играю. Я купил гитару год назад, но пока только учусь. Могу сыграть вам маленький кусочек. Но я ее не использовал. Возможно, я вспомню пару аккордов. Хорошо, молодец. Смотрите КОЭЛ ТВ. Увидимся на хоккей. КОЭЛ ТВ